Вот эти события в Казахстане, они показали, что ОДКБ это теперь реальный противовес НАТО. Почему? Давайте представить от противного. Что было бы, если бы ОДКБ не пришел в Казахстан? Ну, к моменту, когда началось развертывание войск ОДКБ в Казахстане, к этому моменту, скажем, Алматы, город, он был захвачен уже заговорщиками. И это были вовсе не шутки, это были не мирные протестующие, они там сжигали здания административные, захватывали оружие, стреляли, грабили. Ну, короче, это был реальный захват, а не просто, так сказать, люди гуляют по ротуарам. Если бы их не остановили, что было бы дальше? Дальше бы в течение одного-двух дней произошла организация небольших групп, которые были, большое количество небольших организованных групп, которые захватывали оружие и какие-то помещения, здания, они бы организовались в крупные гарнизоны. То есть, они бы заняли, не просто заняли и сожгли какой-нибудь там акимат или какое-то правительственное здание, они начали бы занимать целые большие кварталы и организовывать там свои своего рода гарнизоны. Они уже перешли к захватам военных училищ. Там отбивалось пограничное училище Комитета национальной безопасности Алматы. Отбивались эти молодые ребята лопатками. Несколько человек при этом погибли, включая одного из руководителей в жилище. Вот это бы всё было захвачено. То есть, были бы захвачены уже не только оружейки каких-то... Ну, скажем так, для общего пользования. Да, 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 с лёгким трюковым оружием. Произошёл бы захват уже тяжёлого вооружения и техники. Потом их президент заявил в момент ввода войску ДКБ, заявил о том, что заговорщики ведут боевые действия с целым предразделением воздушно-десантных войск Казахстана под Алматой. Значит, они шли что-то захватывать. Как минимум, это место базирования этого предразделения. А это уже, ну, серьёзный, как бы, арсенал. То есть, ещё бы один-два-три дня, и заговорщики организовались бы в крупные группировки, которые были бы вооружены хорошо и обеспечены были бы хорошо. И вот тогда были бы бои не то, что сейчас. Тогда было бы то, что было в Сирии, в Ираке, по всем правилам разрушительно и очень кровопролитно. Поэтому ДКБ своей акции, он просто в самом начале сумел остановить это всё.